Здравствуйте! Вы слушаете «Вести» Магнитогорск на Маяке в студии Мария Клименко. Зарабатывал на фото девушек в Магнитогорске. Пресекли распространение порнографических фотографий несовершеннолетних, передает корреспондент агентства новостей «Доступ» со ссылкой на Следственный комитет региона. Как известно, СМИ разместили информацию о том, что в городе действует телеграм-канал, на котором размещаются интимные фотографии юных девушек. В результате расследования установлен и задержан 26-летний житель, причастный к преступлению. Обвиняемый пытался скрыть запрещенную информацию, удалив все публикации с телеграм-канала, добавили в Следственном комитете. Сейчас подозреваемому избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается. Магнитогорские врачи отмечены экспертной премией «Врач с большой буквы». Это профессиональная премия среди медицинских работников, чья работа оказала существенное влияние на улучшение здоровья населения. В этом году награда посвящена реабилитации пациентов после COVID-19, сообщает администрация города Магнитогорска. Победителей определяли по шести критериям, учли достижения медика при реабилитации ковидных пациентов и количественные показатели. В администрации города прошла пресс-конференция по итогам поездки Магнитогорской делегации в Москву, в ходе которой флаг Магнитогорска был передан на вечное хранение в Центральный музей Великой Отечественной войны в рамках патриотической акции «Маршрут памяти». Более подробно о поездке можно прочесть на сайте газеты «Магнитогорский рабочий». Заместитель главы города Илья Рассоха отметил значимость патриотического воспитания молодежи. Молодое поколение сейчас действительно настолько проникается историей и жизненным опытом ветеранов, что все другие мероприятия кажутся не столь интересными. Они видят в ветеранах войны героев, с которых надо брать пример, подчеркнул Илья Александрович. Отмечу в эти выходные отметил 95-летие ветеран Великой Отечественной войны Степан Колесниченко. Участники конференции поздравили Степана Федоровича с юбилеем. Ночной угонщик без наказания не остался в Магнитогорске. В полицию обратился 35-летний житель. Он рассказал, что ночью оставил автомобиль на неохраняемой парковке около своего дома. А наутро обнаружил пропажу. Автомобиль отечественного производства. Ущерб оценили в 90 тысяч рублей. Сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого. Им оказался 30-летний безработный магнитогорец. Он рассказал, что увидел открытый автомобиль, запустил двигатель, соединив провода и решил покататься. Возбуждено уголовное дело. Угонщику грозит лишение свободы до 5 лет. А автомобилисту после проведения следственных действий машину вернут. В Магнитогорске на площади народных гуляний состоялось открытие главной елки города и центрального ледового городка. Также официально открылись и другие ледовые городки-магнитки. На площади Победы, на площади перед Дворцом культуры железнодорожников, в сквере Консерваторский, в сквере имени Бориса Ручьева, Металлургов. Сегодня в 19 часов состоится открытие ледового городка в парке Южный. В Магнитогорске вместе с сотрудниками полиции несет службу Дед Мороз. Его рабочий день начинается с дежурства с экипажем ДПС. Вместе с полицейскими Дед Мороз проверяет соблюдение правил дорожного движения и вручает сладкие подарки и памятки всем водителям. В процессе дежурства сказочный персонаж отметил, что водители дисциплинированы, детей перевозят с использованием удерживающих устройств и сами используют ремень безопасности. Каждый участник дорожного движения получил заряд положительных эмоций и пообещал Деду Морозу всегда соблюдать. Резкий скачок атмосферного давления прогнозируют в Челябинской области, передает ЧЛТВ. Согласно данным экспертов, атмосферное давление будет постепенно подниматься в течение недели. К четвергу 30 декабря ртутные столбики дойдут до пика 755 мм. При этом нормой для декабря в Челябинской области считается 741 мм ртутного столба. К этой норме показатели приблизятся 1 января. Однако после этого давление начнет, наоборот, снижаться. И к 4 января дойдет до отметки в 728 мм ртутного столба. По мнению специалистов, такие перепады давления способны оказывать влияние на состояние человека. Метеозависимые южноуральцы могут почувствовать слабость, скачки артериального давления, головокружение. Для того, чтобы минимизировать ущерб здоровью, специалисты рекомендуют чаще бывать на свежем воздухе в такие периоды, избегать тяжелых физических нагрузок и больше отдыхать. И о погоде сегодня. В Магнитогорске-Синопске обещают 19 градусов мороза. Но ощущаться будет как минус 25. Ветер юго-западный 2-3 метра в секунду. Атмосферное давление высокое. 730 мм ртутного столба. Это была программа «Вести Магнитогорск». Хорошего вам дня! Редактор субтитров А.Семкин